Привет, друзья! Это Егоров. И совсем скоро, в конце апреля, начнется новый сезон МФЛ. И сейчас пришло время рассказать, каким же он будет. Я же не могу повлиять на начало МКС. Ну, ты не хочешь отменить МФЛ, чтобы МКС? Вот логичный вопрос. Сколько команд примут участие? Какие будут эти команды? Сколько им заплатят? Где пройдет финал? Может быть, будут и стадионы чемпионата мира? Но я сомневаюсь. Мы же идем сейчас практически всю регулярку в параллель с РПЛ. МФЛ, конечно же, пройдет на величайшем стадионе Луч. Сезон остается в Луче. На Луче. Да, я сегодня получил коммерческое предложение от Комптора, который будет менять поле. К этому стадиону была масса вопросов. Ужасное состояние поля, ямы на искусственном газоне, маленькие трибуны без навеса от дождя, допотопные раздевалки, хреновое освещение. И да, у Лиги, конечно, были варианты с другими полями. Но Сапсан-Арена занята по выходным, в Одинцове играет детская школа, в Строгине и Чертанове свои профкоманды. Ну и куда же поддаться бедному Николаю? Как говорится, чем богат. Давайте дождемся нашего стадиона и осенью мы сыграем. А некуда поддаваться, потому что все занято. И, конечно, здесь можно сколько угодно критиковать Осипова, но лучше покритиковать Министерство спорта или вообще весь российский футбол, потому что играть в Москве в футбол нахрен негде, особенно зимой. Манежа два, но один легкоатлетический, а второй спартаковский вообще нахрен скоро закроют. А про большой летом, ну, то же самое. Играть негде, друзья. Так что выбирайте луч вместе с МФЛ. Тем более говорят, что газон перестелят. Я сегодня получил коммерческое предложение от Комптора, который будет менять поле. Раздевалки восстановят. Раздевалки, которыми будем пользоваться мы, как медиалига, будут полностью отремонтированы. От дождя, возможно, кого-то защитят. Луч с нами навсегда. И, кстати, хочу напомнить. Если вам нужны подробности с луча, подробности о медиафутболе, подробности о большом российском футболе, иногда и даже политике, за что меня ругает, то обязательно подписывайтесь на телеграм-канал «Едем спорт». Ссылочка в описании, ну и на ютуб-канал. Обязательно подписывайтесь тоже. Не важен каждый ваш лайк. Идем дальше. И следующий очень важный вопрос. Сколько же команд сыграют в новом сезоне медийной футбольной лиги? И у меня есть ответ. Аж 16. При этом каждый клуб проведет по 6 игр в групповом этапе. И вы скажете, как же так? 16 команд, 6 игр. Как это вообще такое возможно? А очень просто. Хотя и сложно, и просто. За основу, естественно, я там своей любви к американскому футболу взял формат американского футбола. И вот с кириной подачи получилось то, что получилось. Сложно, потому что в России мы прежде не видели такую схему проведения турнира. Ведь это и не гладкий чемпионат, и не похоже на плей-офф, как в кубке. Наверное, ближе всего к рамкам проведения этого турнира – Лига чемпионов. Но ведь и там все иначе. А в чем же суть? Суть в том, что пример календаря МФЛ был взят из американского футбола. Сейчас все очень просто объясню. Некий аналог американского регулярного чемпионата разных видов спорта. Итак, 16 команд поделятся на 4 группы и проведут там, ну, естественно, по 3 игры с каждым из соперников. Но это еще не все, потому что дальше начнется жеребьевка. И одна из команд из своей группы также сыграет по одному матчу с командами из других групп. Причем, повторю, это может быть случайный жеребий. Так что кому-то, например, достанется Титан, а кому-то может достаться какая-то команда послабее. Или кому-то может достаться три топ-клуба, а кому-то, наоборот, очень мягкие дружелюбные команды. В общем, жеребий решает все. Ну, не все. Мастерство, конечно, решает все. И что самое важное, та команда, которая займет первое место в своей группе, она напрямую попадет в четвертьфинал МФЛ. А вот те команды, которые окажутся на втором и на третьем месте, будут играть перекрестные матчи с представителями других групп. Например, в группе А вторая команда и третья команда сыграют со второй и третьей команды. Группы Б вторая с третьей и третья со второй. И победители также попадают в четвертьфинал. Интересно. Мне, кстати, нравится. Как вы уже знаете, в МФЛ сыграют 16 команд. И 14 из них уже известны. Во-первых, это, конечно же, Амкал и Тудроц, которые получат достойные бонусы за участие в Лиге. Ну, а 12 из остальных звучат так. Броуки, ФК-10, Родина, Сахалинец, Литвина, Бебеги, Соболевой, Джики, Козлы, Игорь Сиуткинов, Fight Night, Камила Гаджиева, Матч ТВ, Деньги, Титан и Народная команда. Народная команда – это клуб фанатов Спартака, где играет мой очень близкий друган Макс Пилот. Макс Пилот, мы с тобой. Рад буду тебя видеть в Лиге. Но вот две вакансии до сих пор свободны. И кто же может их занять? Ну, остается наши парни. Но почему-то РФС не хочет заявлять команду на этот сезон. Или сомневается. Еще один вариант – это реалити. Но у Фила также проблемы с букмекерами. Проблемы с букмекерами и у команды на спорте. Так что, может быть, вам пришло время создать новую команду и заявиться в МФЛ. Время для этого есть. Кстати, может быть, и Сослан Катагов сможет это сделать. МФЛ? Ну, посмотрим. И самое главное. Сейнами в своих группах станут Амкал, Тудроц, как самые популярные, ФК-10, как представитель спонсора, но и Броуке, как клуб, который также постоянно выпускает контент и участвует во всех между собойчиках. Если мы выигрываем, то ты бьешь Броуков. Если мы проигрываем, то я бью ГОТС. Давай. Погнали. Полуфиналы МФЛ пройдут на стадионе Краснодар-2. А вот решающий матч на одной из самых красивых арен России. Главном стадионе Краснодара, который построил Сергей Галицкий. Но и это еще не все. Глава МФЛ Николай Осипов обрадовал. Еще 4 матча пройдут на стадионах чемпионата мира. В Казани, Нижнем Новгороде, Волгограде, но и в Москве на открытии арене. Но кто же там сыграет? До команды лидеры своих групп. Амкал, Тудроц, ФК-10 и Броуке. То есть Сейны. Прогноз же по городам выглядит так. Десятка возьмет открытие арену, вновь сыграв там. Спонсорский стадион в Москве самый удобный для участия Дороха и Азамата. Тудроц захотят сыграть в Казани, в модном городе-миллионнике, где они еще не рубились. Амкал, вероятно, отправится в брендированный его же спонсором стадион в Нижнем Новгороде. Ну а Броуке – Волгоград. Тем более мы уже с Волгоградом договаривались, желая сыграть матч имени Евгения Плющенко. Но Евгений получил травму, поэтому, надеюсь, получится сейчас. Кстати, а какой клуб вы хотели бы принять в своем городе? Значительная часть фонда лиги уже ушла, грубо говоря, в карманы Амкалу и Тудроц. Их призовые составили 25 миллионов на две команды. Призовой же фонд всего турнира составит 10 миллионов. И эти деньги будут разделены следующим образом. 3 миллиона получит победитель лиги, а 7 будут распределены по так называемому рейтингу медийной активности. Важно! Активностями будут все материалы, которые затрагивают медиалигу. А вот, допустим, выступления Василия Уткина о российском футболе в рейтинг активности включены не будут. Так что надо всем адаптироваться. Итак, еще раз. Что считается в рейтинг медийной активности? Шоу о медиафутболе считается. Телеграм-каналы, которые пишут о медиалиге считаются. Обзоры кинофильмов не считаются. Обзоры российской премьер-лиги без связи с МФЛ не считаются. В общем, лига хочет, чтобы о ней говорили и готова за это платить деньги. Вот такие вот планы о МФЛ на следующий сезон. Еще раз коротко. В лиге участвуют 16 команд. В лиге будет 4 группы. И система из американского футбола. В ролике об этом подробно рассказано. Все иными командами в своих группах станут Амкауту, Дротс, ФК-10 и Броуки. Все они проведут матчи на стадионах чемпионата мира. Это Казань, Волгоград, Нижний Новгород и Москва. Ну и, конечно же, деньги будут выплачиваться за вашу активность. А победитель финала на главном стадионе в Краснодаре получит 3 миллиона рублей. Что ж, интересно, жду не дождусь, когда Медиалига продолжится. Третий сезон. Третий сезон. Ждем тебя. Субтитры создавал DimaTorzok